Дома музея Василия Ильбовича Кушкина, программа для школьников в доме музея Василия Ильбовича Кушкина. Маск Верн, где есть государственный музей в Божьем Куличестве. И проводятся интереснейшие программы для школьников, интересные события для родителей, разнообразные вечера. И когда мы открыли наш музей, как филиал в государственном музее Кушкина, была очень трудная задача привлечь туда посетителей. Потому что, конечно, у нас нет экскурсионных программ, связанных со школьной тематикой. У нас как бы дополнительное днеклассное занятие, дополнительное чтение. И когда люди, конечно, заинтересовались, ну как же новый музей, музей Василия Ильбовича Кушкина, а кто такой, собственно, Василий Ильбович Кушкин. И в первую очередь, как ни странно, учителя приводили малышей. И для меня это была проблема, я испугалась малышей, потому что рассказывать о Василии Ильбовиче, о нашем доме, маленьким деткам, которые не знают даже о Кушкине, мало что знают. И все-таки мы справились с этой задачей. Мы разработали разные экскурсии, как для малышей, для учащихся начальных классов, так и для средней школы, и даже для старшей. Я Вам просто назову несколько названий этих экскурсий, Вы, может быть, сразу сориентируйтесь, о чем они. «Стихотворец Ясмиренный» – это строка из стихотворения Василия Ильбовича Кушкина. О чем же мы рассказываем? Мы говорим о литературных спорах, литературных фаталиях между Арзамасом и беседой любителей русского слова. И в то же время мы говорим о том, как Василий Ильбович понимал в этом участии, как Александр Сергеевич Кушкин, его знаменитый племянник в будущем, поддерживал все эти и участвовал в этих литературных фаталиях. И мы не можем не рассказать о коррекции книг Василии Ильбовича и издания его стихотворения именно в этой экскурсии. Это совершенно дополнительные знания для детей средней и старшей школы. Потому что, безусловно, узнавая о библиотеке Василия Ильбовича, о его интересе к литературе, к поэзии, мы можем рассказать и о том, как это стало интересно Юпушкину. Не случайно он потом напишет. «Поэта в грешный лифт умножил я с собой». На то мне отдался ответ мой дядюшка, поэт, и с музами, со схами. И вот рассказывая о литературных спорах в начале 19-го лета, и как принимал участие в их стихотворении «Смиренный», это становится мне обыкновенно интересно и содержательно для учащихся. Следующая экскурсия «Москвич Василий Ильбович Кушкин». Но это не только о Василии Ильбовиче Кушкине, который родился в Москве, но это о забытых страницах истории Москвы, культуры и быта конца 18-го, начала 19-го лета. И непосредственно о событиях той жизни, свидетелем и участником которого был Василий Ильбович Кушкин. «Во вкусе умной старины». Экскурсия и знакомь с повседневной жизнью московского времени, с интерьером дома и его убранством. Это необыкновенно привлекает всех наших посетителей, как взрослых, так и учащихся в средней школы и даже малышей. В диасону внимания мы уделяем тем мемориальным предметам, которые связаны непосредственно с Василием Ильбовичем Кушкин. В 2016 году был юбилей Василия Ильбовича Кушкина и Крамзина. И мы все-таки подготовили интересную экскурсию, хотя, казалось бы, у нас нет много материала, связанных с Крамзиным на экспозиции. Но мы сумели рассказать на нашей экспозиции о дружеских литературных связях Василия Ильбовича Кушкина и Крамзина. Она называется «Сколько много почитаю и люблю вас». Это Крамзин в письмах и сочинениях Василия Ильбовича Кушкина. Проходя по залу, мы именно говорим об этом в нашем доме. Подготовленная новая экскурсия – это прогулка с Василием Ильбовичем Пушкиным по Басманной Слободе. Это необыкновенно интересно, потому что действительно старый такой исторический район Москвы, где жили многие знакомые Василия Ильбовича, и каждый из них – это особое лицо того времени, как Алексей Ильбович Мусин-Пушкин, Иван Матвеевич Моразвилев Апостол, Александр Борисович Куракин и многие другие. И, проходя по нашей улице и по ближайшим переулкам, становится очень интересно, как бы возрождается особый интерес к этим забытым памятникам. Это лишь вот немного я Вам называю только какие-то интересные экскурсии. А для малышей мы… Конечно, а мне интересно, как у нас нет. Нет, потому что это бывает. Бывает, бывает. Первые шаги в музей – это экскурсии совсем для маленьких, для тех, кто приходит первый раз в музей. Мы путешествуем по старому дому, рассказываем о назначении залов, рассказываем о некоторых предметах, и эти предметы-загадки, которые когда-то служили человеку. А сегодня об их назначении мы можем только догадываться. Ну, как мы могли обойтись без такого занятия, как читаем сказки Пушкина? И, конечно, мы тоже проводим эти занятия, читаем медленное чтение сказок, размышляем, объясняем, рисуем, играем. И эти занятия как раз для наших детей, которые живут в нашем районе. Потому что в основном со сказками Пушкина занимается причистинка. А те, кто живут рядом с нами, в нашем районе, в наше местное сообщество, им интересно приходить к нам, потому что у нас небольшой камерный музей, где можно заниматься детьми 5-7 лет. Группа небольшая, где-то в районе до 10 человек. И вот интересная экскурсия, интерактивная. Как учился и играл маленький Пушкин. Ребята знакомятся с играми и забалами, предметами обучения, любимыми книгами детей дворянской семьи. Ну и опять же узнают назначение странных предметов, заглядывают в редкие фолианты, играют в игры начала 19 века. Вот такая интересная интерактивная экскурсия для детей в 12 лет. Если кто-то заинтересуется, я приготовила, могу раздать. Спасибо. Спасибо.